всем привет это патч 7.36 прошлом видео я посмотрела 2 акции что там как там какие сеты новые добавили и имморталки имморталку на кентавр в том числе сейчас я буду смотреть всех героев подряд каким врожденные способности добавили общий патч вот это то что там написано я смотреть не буду просто насчет 10 часов сидеть нужно обозревать лучше так вот как по во время игры или хотя базовые вещи какие-то узнать врожденные способности аспекты аспекты мы выбираем один из двух или десяти вариантов в зависимости от героя и у нас потом этот аспект будет в игре действовать а второго не будет соответственно понятно плюс 7 еще добавили врожденную способность что очень круто врожденная способность эта фишка эта фишка каждого героя прям что у нее есть какая-то своя особенность сидма не герой начинает получать 250 золота некий приятно хотя на самом деле в целом в перспективе это ничего также перезарядкой способность уменьшается на 30 процентов папа по ага то есть две колбы болин две колбы у нас уменьшаются такая выдать сюда отвлекает меня слишком сильно этот enemy tower в целом на самом деле при зарядке на 30 процентов это слишком много поэтому стоит подумать что брать что здесь брать вот в перспективе наверно все-таки правый будет посильнее 250 золота не помогает на линии но по игре они ничего не дают а здесь в начале ты линию конечно хорошо стоишь но именно что файте там лучше меньше все кулдауны причем значительно так врожденная способность какая была просто ее перетащили сюда эншит оперейшн способность героя уменьшает силу жертвы уменьшение силы за эффект 125 125 мало силы колфита носит урон от эффекта мороза всем врагам вокруг цели носит урон от эффекта мороза аааа эффект мороза способность героя накладной врагов эффект мороза замедляющие передвижение носящие периодически урон урону секунду 10 замедление за эффект 100 талантом да то есть ага то есть накладывает эффект и накладывая число эффектов так число эффектов 2 число эффектов 2 алист Märion 10 секунд и получается 20 урона ну понятно понятно аппараты на самом деле в этом плане апнули. Если брать, мне кажется, лучше правый талант, то он будет очень много урона в секунду наносить. Вот, врожденная способность. Так, мана, да, то есть теперь у него много уровней прокачки. Сжигание маны. Ага, это теперь врожденная у него способность. Так, способность. Контр спелл и контр эллиет не только блокирует заклинание, но и отражает. То есть теперь у нас базовая форма не отражает. Урон героя увеличивается, когда у врагов вокруг мало маны. Зависит от мана войда, да, то есть мана войд прокачивается. Понятно все, на самом деле, неплохо. Арк Вордон у нас. Что здесь есть? Герой и его электрическая копия используют свои версии способностей. Выталкивает. А это способности друг друга. Что я не понимаю? Способности друг друга. Непонятно, что это. А, то есть может быть два варианта. То есть типа два варианта, что первый это одинаковые способности используются, а второй это типа у первого свое, у второго свое. Напишите, пожалуйста, если не так. Активируя любой рун, герой также получает эффект руны регенерации на 4 секунды. Но в миду этот герой станет сильнее, потому что 4 секунды он будет себя хилить. И ману, и хп. Герой всегда получает денег брони за каждого убитого им героя. То есть понятно, теперь с первого уровня можно горелку убивать, контр хеликсом и обязательно прокачивать ульту. Когда рядом с героями союзников, его силы увеличиваются на долю от показателей брони. Бонус, присоединяйтесь, та-та-та. Когда рядом с героями союзников, к его силе добавляет 60... Ну, это сильно, но это надо, чтобы соло бегать убивать надо, да? Способность петер-кола дает больше брони, увеличивая скорость атаки жертв. Но это нужно для того, чтобы чаще срабатывал контр хеликс. Таланты все это рассматривать не буду, потому что никак их тоже здесь меняли как-то, хотя тут ничего не изменили. Понятно, но акса, по-моему, немножко сильнее сделали. Так, Бэйн. Бонус к атрибутам этого героя всегда распределяется равноверно, применя дающие 3 очка силы, увеличивает силу, ловкость. Но это жестко, учитывая, что этот персонаж у нас универсальный, ему это в баф пойдет. И у него, к тому же, по-моему, я знаю, просто еще немножко подняли. Герой атакует жертв Найтмейр с увеличенной скоростью. То есть теперь скорости Найтмейр не дает. То есть базовые предметы способности ослаблены, надо выбирать эффект. Сюда падение Стантмейра идут в указанном направлении. Прикольно. Это, ну, не сильно изменило Бэйна, хотя, может, у него просто с руки будет больше урона. Атаки герой накладывает эффект, который каждую одну секунду наносит 15% урона от его атаки. Какой-то эффект, да, то есть пассивно. Атаки герой накладывает эффект, который каждую одну секунду наносит 15%. А, то есть, ну, чуть-чуть его бафнули, типа, в атаку просто, да. Переместив врага, герой передвигается быстрее, наносит больше урона с заклинаниями. Сколько? Допскорость 10, урон 8. Способность стики напал наносит урон по стройкам. 25% от урона по стройкам, да. То есть, как бы, ну, это прикольно, да. То есть, пуш, пуш добавили этому Бэтрайдеру. Так, Уайлдхант. Герой атакует быстрее рядом со своими существами. Допскорость атаки за существо. 5. То есть, у меня, допустим, 4 существа, 2 скорости атаки. Они тоже будут получать этот эффект, нет? Или только герой? Герой, наверное. Герой может увеличить свою скорость атаки. И урон. Длительность при активации 6. Допскорость атаки при активации. Расход ман 35, процент 20. Ага, понятно. Все на скорость атаки. А здесь пассивно. Допскорость атаки 55. Допскорость... Какие-то существа. Ну, что-то как-то все просто допскорость атаки ему добавили. Атаки героя толкает жертву способности. Я знаю, это имба. Это будет имба, это будут нерфить. Это как у снайпера. Позволяет применять способность ферст, чтобы применить усиленный бонус к скорости при движении. Ага, понятно. И здесь у нас... Вот теперь стала у него пассивка. Убив существо, герой становится себе здоровья. Здоровье. А это не восстанавливает? Это... То есть, ему ослабили. То есть, героям некоторым ослабили базовые какие-то... Про способности некоторые. И их эффект добавили в базу. Убив существо, герой становится себе здоровья. В разуме 25 плюс 1 относится на здоровье жертвы. Умножается на текущий уровень владельца способности. Включение, но расслабее. Сожжетом был союзник. Герой, жесты. Герой, 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 герой. Понятно. Ой. Баутихантер. Так, снаряд так же наносит всем врагам и замедляет их. Это сильно. Если там по пятерым противникам накинуть тост, то он будет мало того, что в каждого прилетать, так еще и между ними проходить и демош носить. Трек на 16%. Ну, 16 золота мало, на самом деле. Типа, это вообще ничего. Так. 10% больше золота теперь получает Баутихантер. Баутихантер мета. Все, он теперь просто пассивно на 10%. То есть взять Алхимика, Баутихантера, там, таких подобных героев. Так. Пассивно. Ой, ее герой может менять стойку. Он и так же может менять стойку. Нет? Героя может менять стойку, знаете, в котором он управляет, получается, все, в действительное боевое время. И пассивно, типа, они опуются, да? А, это, наверное, прокачивается просто. У нее на первом уровне все работает, можно прокачивать ее. То есть на первом уровне она вся работает, но ее можно прокачивать. Понятно. То же самое, только с первого уровня она присутствует у нас. Синдербрю позволяет шевернуть бочку, которая наносит врагам урона и обливает их алкоголем. Урон попадания 125. Ага. По действиям способности Синдербрю и владелец передвигается с переменным скоростью, замедляясь... Было уже подобное. Ну, прикольно, Брюмастер. На самом деле так считаешь, не скажешь, что прям что-то кардинально изменили. Эффект варпатф, варпатф, увеличивает не урон, а скорость атаки. Бонус к урону за эффект 12, если всего 60 урона, это очень мало, а скорость атаки большая. Ну, блин, это нерф. Когда герой обьет спину, он выпускает не иглы, а сопли от... А-а-а-а, блин, как они сделали интерес, то есть либо у тебя работает твоя вторая способность, да, пшик этот, колючки, но при этом дэмэджа нет с ульты, либо у тебя сопли, но дэмэджа много с ульты. Ну, блин, это разнообразие, это интересно, а пассивка, когда герой эффект... А, он с первого уровня теперь у него, у него теперь с первого уровня пассивка, и это интересно переработали, да, то есть ты либо соплики выбираешь с пассивки, либо скорость атаки. Ну, такое. Бруд Матер. Любое... Убив любое существо, герой подконтрольный ему существовало. Что, ты получаешь век каждую секундность лечить их на другое, здоровое жертвое и лечение 4th, и прив sher Ок moho, грибов уменьшится на 40%. Лечение здоровья 4%, ага, пассивно, то есть прикольно, это сильно на самом деле. Так, у врагов паутин уменьшается, в основном, здоровье на 25%, жестко. Так же действует на паучков неподалеку. Ну, короче, тут можно оба примета, да, то есть в зависимости от ситуации. Если против тебя там какой-то бриз, некрофоз, подобный герой, то лучше, наверное, вторую апнуть ему паутинку. А если у него фитинг-фри... Если просто там через Блотторн стандартно идешь, то, представляете, какой-то демош колоссальный. Я даже буду представить, насколько это большой демош. Кентавр, кентавр. Кажется, в 20 секунд герой навсегда получает 40 максимального здоровья. Прикольно, это сильно. То есть, сколько получается? Час игры, 1200 хп? Прикольно. Герой получает... Или сколько? Ну, каждые 2 минуты по 40, да, 30, ага, да. Урон от WS увеличивается, когда героя... Куда ты ножу атакуют? Урон увеличивается на 20% от урона, который Владиславец получил от себя вражь. Ну, понятно, больше демоджа, то есть с WS. Или герой получает бонус к скорости передвижения пропорционально его силе. Но я бы брал бы на сам правый, потому что можно от себя ботиночек тогда не собирать. Так. Каждый раз, когда остается иллюзия этого героя, шансом 50 может создаться еще один. Жестко. То есть, это со всех эффектов иллюзии. Все иллюзии героя являются сильными и получают меньше урона, находясь рядом с ним. Это имба, потому что сильные иллюзии нельзя уничтожить хиксами. Помимо обычных эффектов, способность реальти рифт имеет равный шанс наложить истощение, бессилие или ничего, надо 50%. Ну, тут, типа, прикольно, прикольно. Способность Симон Конверт призывает либо... Ой, 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 Симон Конверт. Герой призывает на свою сторону крипа фанатика, который получает себе бонус на тэнтэнтэн. А, подчинение. Пассивная у него способность. То есть, ну, короче, тут ты призываешь, я так понимаю, одного из пяти юнитов. Прямо сразу на первом уровне. Жестко. Атака с эффектом стрейф вынуждает врагов промахиваться. 5% к жерцам. 5% если много лучников, то можно там и до 40%. Ну, такое, слабо. Ну, то это, наверное, жестко. Типа, быстро перемещаться. Дальше у нас скелетики. После смерти героя на его месте появляется скелет лучник. Ага, ну и понятно. Ну, прикольно. Блин, прикольно. Умирает Клинкс, вместо него появляется лучник, а-ля демо-версия Аганима Винги. Попадание в союзник увеличивает радиус действия хукшота. Это полезное спелт, потому что часто мы промахиваемся. Увеличен радиус со шерстнее способен пауэркокс. Короче, как я понял, я видел, смотрел, ты делаешь шестерня, они стоят подальше друг от друга. Но при этом они, если я ничего не путаю, они вовнутрь тоже бьют. Как-то так получается. Они вовнутрь тоже бьют. То есть, они у тебя стоят шире, и противник выйти не может. Урон наносим героям увеличивается на 0,3% за каждую его единицу брони. Но у него 30 брони. Ой, что так мало? Подожди, у тебя 30 брони? Погоди. Урон, наносимый героям, увеличивается на 0,3% за каждую... А, 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 все, 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 дошло, дошло. Надо просто умножать на 30. Условно там... Условно там 9... 30 брони, 9% допдэмэджа, но это немного, хотя у нас Клокверк универсал. Увеличивается за маной владельца на 50%. Жестко. Это способность задает владельца бонус к заинтересу применения радиусю заклинаний. Это полезно. Применяя свои заклинания, герой становится ману союзником. Ну, короче, я его выбираю. Тут как в числе саппорта обе штуки. Интеллект героя не может быть ниже его силы ловкости. Это имба, на самом деле, я знаю, это имба. Это имба, потому что ты можешь себе в 10 раз собрать, у тебя будет миллиард интеллекта. Интеллект также увеличивает скорость атаки этого героя. А, ну все тогда, я понял, да? На 0,5, ага. Прыгается быстрее, рядом с другими. Герой получается скорость. Прыгается, герой в радиусе. Короче, понятно. Понятно, ясно. Ну, не скажу, что прям что-то имбовое. Пока ничего прям имбового не было. Если какая-то способность делает так, что герою невозможно выбрать целью, он получает 100% кознавания здоровья и 100% кознавания мана. Какая-либо способность делает так, что герою невозможно... Какая-либо способность, то есть букву в шаду тоже. А если задеть его чем-нибудь... Подожди, это же как-то странно. Тут длительность 5 секунд. Я все-таки половину хп и половину маны восстанавливаю. Как-то странно. Это выглядит жестко. Способность шаду реал увеличивает урон, который ее владелец додосит вражеским героям. Примем способность, герой создает вокруг себя ауру радиум 100, враги, в которых получают от него увеличенный урон. Ага. Способность приема МС создает больше кустов, наносит увеличенный урон на 10%. Наверное, кусты будут, хотя тут одинаково. Тут кусты тоже могут помешать, ты не выйдешь никогда из них, учитывая еще шард. Так, способность конца, герой на 5 секунд раскрывает союзникам всю карту. Имба, полезно. Это типа а-ля ульта Зевса по всем. Совершая атаку с эффектом люминесити, герой мешает производству своих способностей на 1 секунду. Прикольно, полезно. Лежащий на земле молот, целесилхамер, залечивающий союзников и наносит урон врагам. Ну тут, в принципе, 2 с пола полезных. Тоже надо сидеть, думать. Изменение брони за эффекты 1. Способность герона клада... Ага. Все лечения героя сверх максимального здоровья превращаются в барьер. Имба. Атакуя жертв способности поезда тач, герой распространяет ее на других врагов. Имба. Вот и так у нас скиллы тоже изменили. Тут просто часть эффектов скиллов в пассивку перекинули. Суприз. Способность сэнд замедляет врагов. Это уже был, кстати, такой эффект. Его, видимо, убрали. Да, ну убрали, добавили. Смерть от других героев делает следующий применение экзорцизм сильнее. А, понятно. Ага. Окультные знания героя ширяются по мере получения. Оп, на каждом уровне. Жестко. Пассивка жесткая. Пассивки, которые типа улучшаются с уровнем, они очень жесткие. Получив больше 250 урона для боя сочек, герой выталкивает всех врагов из области вокруг него радиусом 400. Ага. А сколько демиджа наносит? Ну, просто выталкивает, да? Тандер страйк дополнительно бьет молнией всех врагов в области кинетик фил. Тандер страйк дополнительно... А, еще раз бьет, наверное. Заменяет кинетик фил на способность дающего непрерывные стены. Зачем? Никто стену брать не будет. Кинетик фил лучше накрываешь, удобнее. Заменяя перезайдку 2 на 2 заряда, улучшает полученные способности на один уровень. Имба. Имба. Двух крипов сразу съедаешь. Атаки владельцы на 10% фронт больше героев, чем... Ну, у Дума, в принципе, много силы, да? У него 3.8, ну, демеш. Но учитывая, что он может 2 крипов сразу съесть, он сразу будет больше уровня. Это ебанно, сами по знают. Герои продают предмет за 90% их стоимости. То есть, короче, если тебе билд не нравится, ты его продаешь предмет, покупаешь новые. Добавляет к атакам героя. К пассивке добавляет. Усиливается, становится уроном. Ага. То есть, добавляет прорубающий эффект, добавляет отравление. Хотя, мне кажется, прорубающий сильнее. А-ля СВН 2.0. Короче, думать нужно либо первым, либо третьим скиллом. Длительность, уменьшение лечения, замедление передвижения. Самый бесполезный этот. Я на 3 секунды снижение... А, ну, броня еще снижается, да? То есть, теперь еще... То есть, теперь еще броня снижается. То есть, дракона апнули. ДК апнули, да? Опасите кучу жилой крови дракона. Силит его в своем здоровье. Бронемете, бонус увеличивается на 0.5. А-а-а-а! То есть, ему вообще поменяли пассивку. То есть, у него пассивка теперь встроенная. А эффект он получает с... А пассивка у него теперь зависит от того, что мы здесь выбрали. Ясно. Но, на самом деле, множестве в облике дракона полтора не хватало ему такого. База восстановления здоровья 4 и броня 2. И с каждым уровнем на 0.5 увеличивается. ДК, короче, теперь непробиваемый. Это круто. Интересно, встроенные пассивки, они как, вырубаются или нет? Мне кажется, не должны. Допловка себе за уровень 2%. Допловка... Сильно. Атакует способность героя... Ага, сильно. Ну, дровку тоже прикольные добавили таланты. Так, максимальное число... Макс заряд... Что? Создаёт свою каменную копию в... А! Создаёт свою каменную копию в каждом месте расхода. Один заряд способностей, который постепенно восстанавливается. Копия Нирс. Эта ман войны. Они неизвимы и используются для других способностей героя. Число зарядов увеличит каждые 5 уровней. А это что тогда? Так это же есть базовая. Я не понял. Короче, ладно. Пусть ростик разбирается. Увлечить урон от атак под воздействием каменных копий. Доп. Урон от атак. Имеет приятный 4,5... Ну, это жёстко, что не разрушает. Но получает эффект. Сложно про спирита, что нечего сказать. Афтершок. То есть, это теперь настроенная... Нет, наоборот. У нас радиус будет увеличиваться Афтершока, да? Вся земля при каждом применении способностей... Так я не понимаю. У нас тут пассивка есть, и при этом она же встроенная. Герой сотрясает землю при каждом ударе. А это... При каждом ударе... Короче, непонятно. То есть, ладно. Радиус Афтершок увеличивается. Ага. За каждые 10 ураний. 160 урона. Тело врага убитого атака из Санчан. Отличит на себя урон задетым. Сколько урон? Урон 140 плюс 5% ещё наносит. Ага. Прикольно. Но я бы убрал, наверное, этот. Да, типа... Хотя... В комбинации с Шардом всё-таки Афтершок по большой области на полэкрана, наверное, сильно. Так, герой показывает астрального духа, который... А, дебил. Я же дурак совсем. Врождённый я же путаю. Это не всегда же пассивки. Это врождённая способность. Просто она у неё на первом уровне сразу есть. Можно другое прокачать. Всё, я понял теперь с Шейкером. То есть у неё теперь Астрал Спирит с первого уровня есть. Ну, то есть с нулевого. Аура постепенно уменьшается при ней магии и броню всех сверхобычного. Сильно. Базовый скорость атак героя уменьшена, но к ней добавлена доля скорости передвижения. Ясно. Дальше. Назавайте побыстрее. Герой окружает... Так, щит у неё теперь... Щит у неё теперь с нулевого уровня. Способность Фисты. Добавляя вторую атаку по одной из жертв. Ага. Способность... Серый Чей связывает на одного врага больше и применяет вокруг огненных копий Fire Reminant. Вокруг? Применяется вокруг. Один? Непонятно. Прикольно. Так, Enchantress. При выпадании нейтрального жетона этот герой сразу получает ещё один жетон, я так понимаю, если они не закончились. Ага. Ну, может быть. Хер пойми зачем. При получении урона призывает исцеляющих светлячков. 250... Заживайте героев. Ага. Ага. Это неприятно. Увеличивает дальность применения Enchant и дальность атак по этой цели способности. О, жёстко, жёстко, жёстко. Жёстко. Ну, не жёстко, но такое, типа. Так. Снижает урон, носимый союзником рядом с владельцем способностей, но не ему самому. В радиусе уменьшается на пациенте по мере удаления. А, то есть, это просто аура Enigma, которая снижает входящий урон твоим спасением союзникам. Враги в радиусе удаляющиеся от владельца спектра замедляется на 15%. Получая урон, тот герой призывает Эдолона. Ну, по-моему, это имба. Да, короче, Enigma. Это апп. Сильный талант. Ну, сильная способность. Вражеские снаряды в радиусе 500 замедляются. Снаряды атак в радиусе 500 храносфер замедляются на 40%. Жёстко. Теперь никто издалека бить вайда не будет в французере. Способен тайм-волк ненадолго дает защиту от любого урона. Какую защиту? Какая-то защита. Или, может быть, вообще урона он не получает, неуязвимость. Это я видел, это показывали, это куб какой-то дурацкий. Мне кажется, чисто саппорт вот сейчас пойдут руинцы. Ребята, куб, мне кажется, сильнее будет всё равно. Так, атакам героя проявляется эффект под собой какие-то чернильный след. Действует 4 секунды. Не понятно, что за след. Позволяет активировать инксвелл преждевременно. То есть, эту фигню сюда добавили. Вектор, то есть, можно прям направлять в разные стороны. Но гримстроков это никак не изменило. Гирокоптер. Герой может расправить большинство предметов. Окей. Способность кулдаун вызывает вторичные удары по задетым героям. Это жёстко. Каждое попадание ракеты рукой в бараш скорее прижимает владельца способности наскока. Ну, он и так быстро. Я думаю, всё-таки будет первый использовать аспект. Так, когда владельца способствует стаку, то он может перенаправить атаку. Ага, 30%. То есть, мало того, что у нас есть скюри, пассивка, да, аж от ульты зависит, кстати, интересно. От ульты зависит. Врождённая? Погоди. Ну, она у нас врождённая, да, то есть пассивка. А как у нас? Она у нас будет в любом случае, а потом, как мы начнём прокачиваешь ульту, сразу у нас будет пассивка улучшаться. Но это имба, потому что у неё так ещё встроенные миссы. Активация вскоре увеличит дальность атаки и применит заклинания. Жёлудь атака может скачать от дерева. Сильно. Хускар. Герои нет маны, вместо маны все заклинания расходуют здоровье. Ну, прикольно, прикольно, да, то есть теперь здоровье, урон. Лайфбрик замедляет врагов основной цели, насколько непонятно. Лайфбрик излечивает союзников вокруг основной цели, тоже вот эта штука полезнее будет. Хил по всем, он реально полезнее он заиграет. Так, каждый уровень сферы пассивно дарует герою периодический урон, скорость атаки, урон заклинаний, да, то есть урон секунды 21, да, 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 доп. урон, понятно. Или активные сферы вампиризм, скорость передвижения, доп. урон заклинаний. Герой получает 15% опыта с добитым союзных крипов на линии. Ну, инвокер апнули, ну, не сказать, что прям что-то сильное, но ему вернули старый эффект пассивных сфер. Вот. Или активные сферы теперь по-прежнему будут работать. То есть одно из двух. Команды этого героя включает, включает, смотри, ага, способность оверчарж, увеличивает скорость атаки урон заклинаний, как владельца, так и связанным с ним. Ага, сдоб, ага, ага, понятно. Ну, типа, ну, неплохо. Способность оверчарж увеличивает броню, сопротивление магии, как владельца, мне кажется, вот это полезнее будет. Оверчарж, он и так дает скорость атаки. А, до броня он теперь не дает скорость атаки. Но мне кажется, лучше оверчарж использовать в защиту. Хотя, опять же, зависит от того, как вы играете, чего вы хотите. Герой атакует обеими головами, наверное, каждая атака наносит на 50% урона меньше. Способность замедляющей атаку, ну, это как, а, огненный урон 50, длительность 5, это сильнее, кстати, стало. А эта штука, первичный урон 50, увеличение урона 25, замедление длительность 4, замедление атаки. То есть, выбирай одну из двух. Прикольно, сильно. А что шарт у него теперь делает? Способность также наносит урон в размере 2,5% от максимального здоровья. Способность также наносит периодический урон в размере... Ну, понятно. То есть, то же самое плюс-минус. Меня зовут Юрнера. Юрнера, Юрнера. Так, герой наносит теперь... О, это сильно, кстати, против регионки особенно. Способность Блэйдфьюри наносит эротический урон в зависимости от уровня. Хорошо. Бонус к ловкости каждый весь год получает эффект, увеличивающий базовую ловкость на 100% скорость продвижения. Это пассивный эффект Блэйдфо... Чего? Какая способность улучшается? Первая? Герой получает бонус к ловкости скорость продвижения, пока ему не наносит урон. А, то есть он... А, 10 эффектов максимум. То есть, первое время он будет сильный, там, до первой тычки, я так понимаю. Союзник в радиусе 15%... Это полезно, 15% маны больше. Ага. Ага, то есть, теперь у нас один из двух вариантов. Либо у нас рекол будет, либо у нас... сол бинт явно посильнее. Так, Тайтбрингер базовая, это я знаю, это сильно, это неприятно. Снижается за каждого героя, но я думаю, вот это будет использовать. Ну, типа, одно из двух, да, либо эффект корабля, либо Тайтбрингер у тебя имеет кулдаун 0 секунд. Так, контратака у нас теперь встроенная, спас... Спас... Вращается в барьер, защищающий его... Ага, это сильно. Ну, короче, легионку будут через эту штуку брать, и просто будете всей командой бить одного несчастного противника в дуэли, чтобы получить дэмэдж. Радиус за единиц... Так, радиус, то есть, блодстон плюс пассивка равно имба. Атаки героя восстановят ему ману, 20% от урона, увеличивается взрыв диаболика, ну, наверное, так и оставят. Вот, лич, я так быстро буду все смотреть. Если снарядочный фронт с небеской на скрин, он будет кружить вокруг... Это имба, это круто. Мана героя не восстановится, спасибо, ага, ага, блин, снарядочный фронт, наверное, действует как обычно. Ага, то есть, понятно, немножко лича поменяли, но это, наверное, даже сильнее, у него иногда мана не хватает в начале. Если враг умрет под эффектом фрошилд, или от снаряда чейн фрост, их действие до подскоков при убийстве, до подскока при убийстве крипа, но это сильно, порой это может зарешать, то есть, даже без таланта на неограниченное число отскоков, у тебя их реально может быть очень много. Лайфстилер. Так, теперь это у него врожденная способность фист, ему добавили open bounce, а, то есть, у него шар теперь сильнее стал, у него open bounce вернули, пассивка теперь такая вот, для замедления до скорости, а, не замедляет теперь, но теперь ускоряет самого ластилера, а это не ускоряет, но дает сопротивление, жестко, короче, герой навсегда получает 2 к здоровью, за каждое это убитое существо, рейдж заменяет со способностью даже в оглушении, позволяющей применить на себя сильно развеивание, и стать вносливее, то есть, она теперь, допс, против него магия, но, наверное, вот это будут использовать, это, наверное, в целом полезнее, кулдаун у нее 17 секунд, рейдж одинаковый, вот это будут использовать, мне кажется, короче, лайфстилера переделали, но он не стал сильнее и слабее, хотя он может чуть сильнее, все герои стали чуть сильнее, ладно, допс, скорость атаки, это врожденное, теперь применение лагуна блэд, озаряет владельца, давая ему эффект способности фэйрисол, так что, а, угу, изглавление героя, но есть дополнительный урон, периодический урон, окей, понятно, ну, хз тут 50 на 50, что какой-то талант, аспект сильнее, возорвешь, героин 90 секунд, получает 20% дальности отрицательных эффектов, длительности, 20% урон заклинания, сильно, мана дрейн наносит урон в размере 100%, применив, талант, наверное, заменили ему, значит, талант ему какой-то заменили, применив фингернг за дес, герой получает сильную атаку ближнего боя, с прорубанием, доп. урон кулака, эффект прорубающий, понятно, теперь ли он в ближнем бою будет драться, понятно, перелопатили его, ой как, так, быстренько, лондруид, медведь теперь врожденный, увеличивает общую броню, ну а спиритлинг своим атаким герой излечивает медведя, понятно, способность турформа действовать не на героя, а на медведя, ну хз, хз, что-то сказать, я не играю на лондру, лондруид не могу сказать конкретно, но то, что медведь теперь врожденный, это неприятно, можно теперь медведя не прокачивать на первом уровне, у тебя он и так будет, просто качать ему спиритлинг, дальше, луна, научи дальность применения заклинаний, у этого героя увеличивается на 20%, у него один скилл активный, ребят, вы о чем, вращающийся глиф поглощают урон 25%, шарт поменяли, увеличивает число вращающих глиф на 1%, и ухрон 20%, ясно, увеличивает урон атак, когда герой получает урон от люстин мим или эклипс, вот, ага, понятно, сильно, ликан, каждый уровень героя повышает его урон нейтральных крипов на 2%, сильно, время действия способности спиритлинг, продвижается, когда владельцы убивают вражеского героя, сильно, можно бесконечно бегать, суммун волкс призывает неуязвимых и неуправляемых мозгов, которые не атакуют, но увеличивает здоровье и урон владельца, доп. здоровья за волка 200, 26, ага, мне кажется, прикольно брать вот этот, типа, спелл, они сами по себе, пусть сами по себе бегают, не надо, и контролировать, вражеские перемещения эффекта действия на герой на 50% ступе, ну, такой себе эффект, способность ковернуть больше урона, если протаскивает через какие-то деревья, 25 урон за уступ, это можно, тысячу дема уже нанести первым скиллом, представьте, через 5 деревьев протащите, еще плюс там у него и так урон, да, там от много чего зависит, спелл, 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 ну, потом опробую я уже отдельно, Марси, так, увеличивает уровень всех курьеров в команде на 3, а их здоровье на 1, на 1 атаку героя, а их здоровье на 1 атаку героя, на 1 атаку героя, на 1 атаку героя, наверное, так они имеют в виду, то есть теперь курьеры будут более живучи, а по ним же надо 2 раза ударить, позволяет поддерживать союзника, в общем, периодически сильнее, если находится рядом, ага, ага, позволяет защищать союзника, отвечая на направленные на него атаки, если обидчик находится неподалеку, бодигвард, защищает, да, понятно, но у Марси неплохо, так, владелец способностей союзного героя, а, ну это имба, слушай, а я лез фармить, а лез фармить на Марси, как, у него доп регена огромный, ладно, когда враг умирает на арене, с его владельцем тут восполняет здоровье, имануа также получает бонус к урону, 20 максимально здоровье, ага, понятно, Марси неплохо апают, враги на арене, но мне кажется, это буду брать, враги не будут видеть, кстати, они не будут видеть, что внутри арены, и что снаружи арены, так, щит остался прежним, змея от мисик увеличивает урон владельца, насколько, следующие три атаки увеличивают их урон на один, закажившиеся не один, ага, от маны зависит, герою может увеличить свой скорость атаки ценой маны, понятно, но мне кажется, будут все-таки левые использовать, мипа, 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 не число нейтральных предметов, дающих на выбор, увеличивается на один, прикольно, клонов можно получить раньше, их число увеличивается на одного, в нейтральную ячейку можно поместить любой предмет, чтобы его могли использовать клоны, жестко, жестко, мипа будет тоже, мне кажется, сейчас винтрет чуть поднимется, чуть-чуть, лотоса восстанавливает героя его союзникам, его союзникам, союзникам, на 20% больше здоровья, но это сапорская тема, ульта дает союзникам невидимость и бонус к скорости передвижения, ульта дает союзникам постепенно увеличивающий бонус к скорости атаки и урона, на сколько? Просто урона и скорость атаки 16, бонус союзникам 50, длительность 14, ну, хер его знаю, тут одно из двух, зависит, какой геймплей вы хотите, так, обезьяна, мисчиф у него врожденный, у него всегда был врожденный, солдаты от выгонки исчезают только через 3 секунды после выхода героя из круга, это имба, 3D Rens не имеют при зарядке, ну, наверное, все-таки левый будет использовать аспект, так, морфинг, вместо полного прироста атрибутов за уровень, герой получает 50% просто каждый полуровня, увеличивает бонус к атрибутам в древе талантов на 100%, что-то замудрили, основной атрибут герой ловкость, способность Adaptive Strike, Adaptive Strike ловкость отталкивает, Flow, основной атрибут силы, способность позволяет ускорять перезарядки, что-то намудрили, даже я впадал смотреть, читать на морфинге, особенно для обзора, герой всегда может совершать атаки по бесплотным целям, это имба, это вообще жестко, а что ульта тогда делает, длительность эффекта 8, 10, прощение на 35, просто доп. урон дает, понятно, то есть она сама по себе может бесплотных атаковать, и в ульте просто больше демжа наносит, способность и коллинг становится сильнее, если внутри нее погибают противники, знаю, а френду по смерти, которая восхоряет на ее месте, у меня левая все равно будет использоваться, неприятный спелл, герой получает 6, потому что за каждую свою иллюзию в радиусе 900, прикольно, сильно, совершив в сумме 6 атак, герой его иллюзии наносит урон врагам, ага, герой его иллюзии обладает, водой врагов не трогает, урон снижает, урон 230, ну короче, хз для фарма левая лучше, ой, куда ты, для фарма лучше левая, френ, френ, каждый дерево в радиусе 30 дает владельцу 6% базовому урону, каждый янт в радиусе, что-то это по-моему перебор какой-то, множество лентов 1, nature's call, ой, это же прям вообще, а, nature's call, надо прокачать его или, а, это базовая способность врожденная, непонятно, но выглядит как-то очень страшно, дерево, справа, может быть тут урона теперь нет, зато здесь урона, кстати, нет, тут лечение, тут, а, тут урон, общее лечение нет, и здесь доп урона нет, то есть скиллы, видишь, поменяли местами какие-то штуки, дерево справа, спина, слечивая союзника рядом, способность код создать только одного янта, который является осадным существом, ху-ху, имеют больше здоровья и урона, ясно, френа поменяли, теперь он не будет, наверное, так часто летать по линиям другим, потому что у него поменяли, с пылы немножко, так, убив любое существо, владелец, ну понятно, у него пассивку перетащили в базовую способность, пассивку врожденную, и в эксплуатации садист также дает бонус к радиосу заклинаний, садист это первое у нас, садист это что такое вообще, садист, садист, что такое садист, ну я не понимаю, что такое садист, гошраут к радиосу скоростью врагов, садист, что такое садист, ладно, искать, смотреть, а, садист, а, это пассивка, а, это в пассивку пошло, то есть это пассивка апает, знаете, сталкер, ночью, в состоянии здоровья этого героя увеличивается на 40%, от него уменьшается на 20%, враг по действительности способности под войдом, да, под войдом, под войдом, обзор, здесь, 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 сколько урона в секунду при неведенности, 50, да, 50 умноженное на еще 200, даем уже, они с вами увеличились, но еще уменьшают длительность, 15, наверное, 15 секунд меньше, но длительность ночи плюс 15, ну, хер его знает, в принципе, первый скилл просто намного больше урона наносит, а пассивка, вторая у него, сама вообще жесткая, но мне кажется, все равно левый будет, ну, это смотреть на практике, как обычно говорят, раскрывает невидимый герой в радиусе 400, имба, вообще имба, то есть, это уже нечего сказать, просто ходячий уарт, урон на симоспособность предметами героя, сжигает врага ману, сколько процентов, 30, 30 процентов, сжигание текущей маны, срывает только, когда наносятся, текущие маны, текущий, это теперь не отбирает ману, видишь, как они поменяли, первые 10 секунд, винда, это герой передвигается максимальной скоростью, имеет свободное перемещение, понятно, Огрмак, перетащили сюда, ему пассивку встроенную, шанс срабатывания мусикаус увеличивается от силы, ага, уровень требований изучения всех способностей, стал он снижается на 1, на первом уровне героя имеет 0 очков, способность, а на втором 3 очка, понятно, Огрмак чуть переделал, он, по-моему, сильнее все равно стал, так, пассивка, ага, то есть ему просто ауру старую вернули и бафнули, владелец способности ноги на урду, но если больше урон вражески, ну это с эффектом, да, с аспектом, урон несет на способности имеют в герой, постепенно его излечивает, понятно, так, герой способен предсказывать и сообщать, что еще предсказывать и сообщать, может быть он их видит заранее, да, возможно, урон заклинания этого героя увеличивается с каждым урдом на 0,5%, увеличение заклинания, ну, тут и сюда, и как, либо 15%, либо 30% к усилению хила, каждый единицный интеллект дополнительно приносит герою 2 единицы маны, сильно, ему как раз это надо, срабатывание флюкса, 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 а срабатывание флюкса на ману, ну и временно повышает ее максимум, не только в основном, ага, накладывает на жертву астрал имприсмент, и, с эклипс эффекта, излечивший владельца, чего, а, при второй, при астрале накладывает эффект ульты, ясно, вроде бы не так уж прям кардинально изменили героев, потому что у них, они все стали сильнее, поэтому они, не будет сломано, уменьшение вероятности 40%, я знаю, это вообще-то рэш какой-то, герой может совершить с помощью шилд-кратовного прыжок, увеличив урон, аж, может 30%, да, два раза прыгнуть, кайф, спасибо, увеличивая скорость протяжения поворота, поддействуя на сколько, скоро шара, что-то 50 или 78, понятно, то есть я быстро так прохожу, герой, сретачившись на себе, позволяющим, доп. поклонение за уровень, ага, а тут что тогда это дает способность, держка перед прыжком, а, то есть уменьшение расхода во время блюр, то есть у него теперь эта способность не дает, у вороты, ага, она теперь по-другому действует, ее вообще качать никогда не будут, но она себе эффекты сбрасывает, да, 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 атаки больше не снимает эффект блюр, по действительной способности, после нее снижается расход маны, ага, вот это не будут брать, наверное, левый все-таки будут оставить, так, что у нас дальше, доп. ловкость, а, то есть это, а это что, а, наврожденная, ага, доп. гангер, тем больше иллюзий, чем ниже хп владельца, и вторая способность, или дивердженс, что это такое, а, иллюзий от шарда, ага, понял, понятно, так, dying light, отрицательный эффект способности, увеличивающая вероятность промах, атака на 2%, и длящущихся, ага, понятно, ага, ага, ну понятно, так, праймл бис, герой, о, это очень сильно, 40%, теперь праймл бис, а будет чаще брать в пуш, способность, стрэмпл, пассивную люсию скоропережения, а при мнении владельца, юзники вокруг получаются, 4 продвижения, но это усиление просто, да, это ускорение, плюс, а демо же тоже зависит, от скорости, радиозаклинание, а потом посмотрю, одену в клиенте, это вообще такой, на полный экран был, сильно, сильно, пак плак, пак плак, сбив с цели снаряд атаки, бив с цели снаряд атаки, герой, на себе, понятно, то есть пак сильнее, стал в этом плане на линии, на, в миду, и вообще в целом, да, отталкивает, либо притягивает, смотри, либо, ну притягивает, это не неприятно, по дуге позволяю, ага, понятно, пуш, 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 так, навсегда увеличивает силу владельца, 2, а это что теперь дает, а это просто блок урона, понятно, способность из номера увеличивать силу владельца, когда он наносит, увеличение силы 7, длицность бонуса 12 секунд, потому что 7 это мало, снижает базовый урон, ага, ну пуджа особо не изменили, вообще не изменили, герой может активировать предмет из ползоза во время применения при врываемых заклинаний, жестко, наносит урон тотем от Незервардс, наносит урон в воде здоровья, а и ману, вообще имба, герой получает за каждую башню, потерянную врагом, пугна, вот пугна жестко апнулась, так, владельца отражает 10% получаемого урона заклинаний, обратно в обидчика, если он находится в радиусе, что владельца отражает, это имба, квапап, что-то захотелось даже поиграть, гайки, чем ближе к героям к жертве, ага, дает бонус к урону заклинаний, но доля урона на 7 уражеских героев заклинаний наносится, нет, это точно не брать не стоит, это мазохисты какие-то, пассивное увеличивание скорости передвижения, а это что теперь, а это замедление передвижения, а, это обычная теперь пассивка, молнии, 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 сторм, сюрш бьют во всех врагов, под действием ульты, герой получает способность у каждой 20 очков атаки, ясно, Рики дальше у нас пошли, это у него что, это у него, это у него бэкстеп, это у него бэкстеп, 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 или чего, а, то есть у него пассивка отдельно теперь из ульты вытащили, понятно, теперь она все время действует, дополнительный опыт за убийство, ага, при атаке существ, не являющейся героем, в локсе, рейкстеп влечи, срелятся, понятно, ну, не сильно прям меняют, каждый процент увеличения урона, заклинания, также повышает базовый урон, героин, где пронизирует ноги, ага, украден способность, что будет меньше маны, при неспособности, героин на время получает бонус к области действия заклинаний, ага, понятно, Сэнд Шторм, так, это у нас что, кастом финал, это что у нас, это пассивка, я так понимаю, стингер, поменяли пассивку, наверное, базовый урон, ну, понятно, то есть, от пассивку ему в встроенную вставили, увеличивает радиус песчаной бурьи, ага, песчаная бурь, с пассивным сушеном передвигается, ага, понятно, то есть, раньше это было все в одном скелете, теперь по-другому, атаки героин на 8 секунд, окладно на жертву эффекта, увеличивающий получаемый урон 2%, здесь мы, наверное, лишая жертвы части ее здоровья, здесь иллюзии вражеки, понятно, герой крадет душу каждого битвы врага, получая бонус к атаке, после смерти, выпускает душу, максимум душу, увеличивающий, на каждого убитого героя, пока владелец способностей не умрет, не вне, ага, ага, не кромосите, оброжденная способность, понятно, больше дэмэджа у него, это доп скорость атаки, новая способность, это снижение брони, отдельно, понятно, ему, ему вот способность, которая у него была раньше, вот, понятно какая, да, она теперь вместо нее, вот эта активка на скорость атаки, Это всегда было Шадоу Шаман Так, это я видел, это вообще имба Длительность 30 секунд и приятная только 90 То есть можно не умереть просто на Шадоу Шамане На саппорте, у тебя в случае считают Что на тебе Срабатывает и ульта В Рейс Кинга, и пассивка И Айон Диск Вот, Хекс превратил в союз к статуе Ага, ну Это Хекс тоже жестко, развеивание Вот Это тоже прикольно Но Большая Змея вряд ли будет использовать Сайленсер Ага, это вот эта имба Тоже, да, то есть Длительность сайленса еще раз она там стакивается То есть даже если ты ее С себя снял, она потом опять На тебя накладывается Так, герой Герой Имеет вампиризм Заклинание, но это прокачивается тоже Врожденная способность, владелец спектра получает барьер Когда она С чем связана Мистик флэер То есть связан с ультой Ты прокачиваешь, прокачивается вот этот спел Владелец спектра получает барьер, когда она наносит Магический урон Врагам Ну, барьер защитный Текущий предоспособность Каждый раз, когда владелец спектра наносит магический урон Жестким героям Ну, это имба Мне кажется, каймакса жесткий будет Когда уменьшение перезарядки И вот это прочее До постановления здоровья Ну, это врожденная способность Корозик Хейст, да, то есть У нас вставление до броня Ага, понятно Легдей Легдей Понятно Ясно Поменяли ему получается Аганим Нет, такой же аганим Ага Сларк, что у нас? Допс, скорость, при движении Это чем? Это шадоу-дэнс У нас в основе здоровья в секунду Восемь, а потом То есть восемь Ну, типа Это жестко Это жестко Типа на линии можно проще стоять Способность паунс накладывает на жертву эффекта Сеншилф Паунс накладывает Сеншилф Так всегда так было Ага Четыре Плюс еще один Непонятно Так При обнажении противных сторон барракуда Отключается Что за барракуда? Противноспособность барракуда Отключается с небольшой задержкой Если рядом с его Один с пенсой Ну блин, долго смотреть барракуда Потом отдельно Долго И так 50 героев 170 героев Урон от рикошел Какой-то рикошел У нее есть просто способность Сама псев Ага Инба Выстрелы Скорблаз Имеет более узкий конус А бонусный урон Замены Срабатывает только За пределами выстрела В упор Ничего не понял 280 Вы что Вообще с ума сошли 280 Налительность Хотя бы Одна секунда Спасибо Герои его иллюзии Всегда могут проходить Сквозь существ Понятно Герой А ничего себе Это имба Способность визуалит Может сносить частичный урон И ее эффект накладывается С кинжалом Спектрал Даггер Угу Умечает перезарядку Способность в реалити На ее цель Применять с кинжалом Спектрал Даггер Ясно Так Давайте побыстрее Так Больше опыта дается Теперь Самым низким Уровнем Герою На некоторое время После окончания Понятно На жертву на СССР Сильно Применять способность Ее Что такое Усиление Ну это я думаю Усиление Талки Не так нужно Так Шторм спирит Теперь с уровнем За каждое убийство Героя получает Заряды Да А при смерти Теряет 3 заряда Понятно Это типа у нее Блодстоун Такой встроенный Если жертва Электрик Вортекс Электрик Вортекс Совершит атаку На нее срабатывает 30 способностей Оверлорд Если жертва Электрик Вортекс Совершит атаку Ага Копия от стати Кроминат Идет от владельца В указанную точку Прикольно Так Свен Атаки героя Наносит на 15% Больше оглушенным Противником Жестко Способность Оверлорд Дает физический барьер Там на 200 По-моему Физического Базовый урон Героя меньше Но каждая его единица Больше дает То есть За единицу силы Он получает 0,7 урона Так что в лейте Это больше демеджа Свен Вообще круто Его переделали Мне нравится Дальше у нас что Течис у него Каждая единица Скорость атак Героя Увеличивает дальность Атаки Увеличивает бластов Демедж Там значительно От 15% чистого Дополнительный урон Еще 15% Максимум ХП чистого Героя может использовать Предметы из ранца Но это не ба 9 предметов 9 слотов А это у него и так Встроенное было Так Мало героев Осталось у нас Так Это у нас встроенное Теперь с нулевого уровня Пробивающий урон От Пси Блэйз Замедляет врагов Когда расход защитный Эффект Дает дополнительный Дает дополнительный Эффект урона Так Террор 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 Допурон 25% Уменьшение урона Люди под контролем За героями Находят в радиусе Действовать больше урона А вне него Меньше Понятно Так Ограничение на минимум Здоровья После Промиссандер Не действует на врагов Способность Имэджин Имеет расход здоровья Но всегда призывает Иллюзии с полным здоровьем Это вот от этой темы Конжир Конжир А вот этой Ага понятно Тайтхантер Тайтхантер Встроенное теперь А это что у нас Просто блок урона Ясно Блок урона Всегда величит С каждым вражеским героем Насколько 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 Один Два Три Четыре С каждым уроном Героя становится больше Я это видел Сначала он мелкий А потом просто большой Становится Широкой Энчер смешем И дальность атаки Большой Тимберсо Восстановим маны При срезании деревьев Способность Тимберчин Разбивает Попадше дерево На щепки Начающий урон Аспект Дарует Способность Твиста Чакрам Которого Просто вокруг него Летает Пила Вот Дальше Тинкер у нас Тинкер Кажется 4 секунды Интеллекта Уменьшает Перезарядка предмета На 1% Это на самом деле Прикольно Но теперь реарм У нас не Толкоспособности героев Важны Не предметов Это жестко Работы Машинки добавили Да Пробит от маршрут Манит Накладывает эффект А где они А они теперь Вот Он теперь Телепортируется А Телепортируется Также Матрица Ракет У него ракеты Отобрали Ничего себе Ой Тинкер Вообще Понерфили Жестко Так Длительность эффекта Макс Снижение урона За эффект За каждый герой Ага То есть Тинни теперь у нас танк Конкретный Существа подброшены Спинтоса Но если больше урона В арган В месте Приземления Замедляю Каждую очку сил Дает герой бонус Короче Берешь вот эту штуку Плюс пассивка И тренд Тинни вообще неубиваемый Теперь вообще неубиваемый То есть Его никак не убить Просто скала Так Это Ага Встроено Это вообще Имба Опять демеджа То есть Ты по 9 Ты по 8 С половиной урона Получаешь за уровень А это у нас Первый спел Но Второй спел Но можно Не в противника кинуть А в точку Так Тролль у нас У него теперь Первый скил Встроенный В ближнем бою Каждый эффект Фервер увеличивает броню Примерить батл тренд Задает союзников На 30% скорости атаки Прикольно Так Уменьшает скорость атаки Всех врагов Радиусе Это зависит от чего Просто в радиусе Уменьшает Это Тайк Тим Я так понимаю А нет Просто врожденная способность Уменьшает скорость атаки Всех врагов Создает способ Тайк Тим Который увеличивает урон От атак Получаемый врагами Неподалеку Увеличивает Ага Дает способность Дринки Которая притягивает Союзник Увеличивает обоим Скорость передвижения Ага Понятно А это вместо Тайк Тима Ага То есть Две способности Выбираешь Первую или вторую Так Это у него теперь Пассивка встроенная Ага Вот это имба Призывает Этих демонов С них врачей Андай Мало героев осталось Погинутся героем Когда он заворотит Воды Начали Дыгры С пассивной Перерождается Имба Жестко Просто бессмертный Это у него раньше Шардовая была способность Увеличивает Долю От Ну это мало Мне кажется Наверное лучше Первый скилл Типа как шард Раньше делал Урса Урон Атак Героя Урона Атак Героя Величивается В зависимости От его текущего Здоровья Здоровье В виде урона Сильно Это сильно Урон От атак Героя Повышается Когда он Получает урон Под действием Миндранджа Отрицательные эффекты Накладываемые героям Действуют на 20% Больше Ну когти Яд Там же есть В когте Паразиты Всякие Способность Получает у него 10% Больше урона До своей Следующей смерти Но это Чисто с агонимом А нет Вражеский герой Убивший владельца Способность Получает от него На 10% Больше урона До своей Следующей смерти Это имба Кстати Мстительный дух Ага Это сильно Это потенциально Можно Винга Керри Через 1000 Крипов И у него Т-способность Будет 750 Дамаж Дополнительно Причем Атаки Героя Имеют все Преимущества Как дальнего Так и ближнего Боя Прикольно Так Виномансер У нас Это у нас Ооо Это вообще Имба Первая плюс Пассивка Это имба Виномансера Можно брать Имба Чемной Тотем Можно прикрепить К союзнику Понятно Причем Тотем Нельзя этот Убить Так Вайпер У него теперь Встроенная Пассивка Когда действие Яд заканчивается Наносит урон Всем врагам Вокруг жертвы Имба Жесткая Это мини-версия Ульты Виномансера Эффект Способности Русскинули Усиливается Когда ее владелец Находится В области Действия Незертоксин Ага Ясно Вайпера Тоже апнули Неплохо Визаж Пассивная У него теперь Пассивная У него теперь Способность Просто пассивная С нуля Да Нулевая Способность Грейвчилл Действует И на существо Круг цели Герой Может вернуть Гаргули К себе Гаргули Автоматически Следуя за владельцами Атакует Те же цели Что и он Это имба Кстати Упрощает управление Героем Увеличивает все Вторичные бонусы От атрибутов Этого героя На 30% Миллиарды Я уже теперь У него Способность Резонент Пульс Дает барьер Защищающий От любого урона Круто Круто Любой урон Герой получает Физический барьер Когда наносит Магический урон Вражеским героям Какой Здесь барьера Маг урон В виде здоровья Барьера Ну короче Прикольно Через барьеры У нас Водит спирит Варлок Все Несколько героев Осталось Это А Маленький бес Но это с ультой Это маленький бес И только теперь Встроенный И завязанный С ультой Моногероиды Добаляется Курон от горения У Глэк Големов Ага Герой начинает Игру с расходовым Предметом Блэк Гримуар Применение Которого Дает дополнительный Опыт За каждое Участие В убийстве Изначально Имеет Один заряд Так Сначала А Типа У Варлока Теперь много Опыта Позволяет Герой Совершить Несколько Атак Встроенная Джиминейд Секучи Сильнее Ускоряет Продружение И замедление Задетых Скорость Передвижения Герой Не может Упасть Нежно 240 Ее максимум Повышается До 600 Ничего себе 600 Скорость Передвижения Круто Ускоряет От виндран Увеличен Делать Действие Относоведников Неподалеку Применение Фоксфайр Герой Случайных Врагов Понятно Ну Верка Неплох У него Пассивно Стройный Эффект Так Сколько Винтер Виверн Герой Делится Знанием Из всей команды Мудрости Она действует И на 163 Игроков Давая им 20% опыта Вот с братрумом С варлоком Пусть они идут вместе Опыт получают Это герой Санит лечения Не только здоровья Но и ману Ага Урон Так герой Увеличивается Когда его Дальность атаки Превышает 400 Насколько Увеличивается Доп Урон За единицу Дальность 0.1 Но это Кстати В комбинации С пикой И аганимом Так Вич доктор Герой получает Грис-Грис Предмет Который Нельзя выложить Или поместить В ранее Скоро Здесь погибают 100% От потерянного Из-за смерти Золота Добавляется К предмету Кроме того Его ценность Повышается На 1 Закажда Весь Ну Перемь Предмет Который Всегда Лишится Его И Получит Его А Ничего Симбал Вич доктора Теперь У него Просто Накопление Такие Жесткие Урон Способности Праздник Каск Увеличивается С каждым Оскоком Способность Вудро Стрэш Не лечит Союзников Наносит Урон Врага Такой Две Цели Одновременно Но Наносит Меньше Урона Жестко В Рейс Кинг Вот Это Я Хотел Посмотреть Так У него Вампиризм Теперь С нулевой Да И Призрак Дарует Герой Вампиризм Когда Герой Получает Смертельный Урон Он Ненадолго Становится Призраком Свободным Перемещением В увеличении Скорость Передвижения Атаки И только Затем Погибает Лол С нулевого Уровня Герой Может Призвать Скелетов Ну С С Реинкарнешн И с Спасивки Да Ага Атаки Героя Накладывают С глаз Но я бы С глаз Брал Что-то Новое Прикольное Ага Ага Ааа Это вместо Это Что А Это Не дает Теперь Вампиризм Но Скелеты Жёще То есть Скелеты Теперь Жёще Но у него Вампиризм Стройный Или с глаз Ничего себе Перезарядка 120 секунд Время Прожи Нитризм Длина Прожи 75 Длина Атаки 77 Длина Измедлений 5 Перезарядка 120 Диагоним Теперь Другой Делай Способность Ауры Превращающей Погибших Союзных Героев Призраков Скоряющих Предвозрождение Ааа Вот Точно Точно Добавили Короче Ещё Один Зевс Зевс Остался Абадон Бадон 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 Ещё Бадон Зевс Все враги Которые Атакуют А на которых Действие Способности Дополнительный Урон Имба Отсюда Значит Убрали Отсюда Убрали То есть Ага Понятно Так Способность Статик Филд Наносит Тем больше Урона Чем Ближе Жертва Статик Филд Статик Филд Статик Филд Что такое Это Пассивка Способность Героя Танавер Выбивает Врага Урон Увеличивается Имба На сколько Процентов Дополнительного Убийства 15% Не Зевс Вообще Имба Я Подон Остался Последний Герой Герой Заражается На 10% Быстрее Неплохо Когда рядом Умирают Существа Герои Уменьшаются Оставшиеся Время Призарядки Способности В том числе Ульты Это может Зарешать Существа Причем Эти Крипы Тоже Крипы Тоже Считаются Барьер Поглощает Больше Урона И отражает Его В остальных Врагов Короче Все Такой вот Патч Это еще Не все Конечно Пишите Каком дополнение По моему Сейчас Дота Сильно Перевернется Так что Доту Можно уже Третья Называть Потому что Аганим Шарт Аганим Таланты Врожденные Способности Аспекты То есть Каждый раз Это прям Куча Каждый герой У него Каких-то 10 своих Фишек У каждого Герой И это Круто Надо Просто Запомнить Ты привыкаешь Потом Из того Что я увидел Прям сильных Каких-то Изменений У кого-то Нет Пишите Как вам И на этом Все Всем спасибо Я уже устал Говорить Целый час Все